Привет, ты снова с пикетом. Сегодня 8 марта. Расскажи, что у тебя за плакат. Ну, данным плакатом сегодня, какой день 8 марта, я решила выйти, чтобы, наверное, все-таки люди задумались, в частности, женщины, задумались, куда они отправляют своих мужчин, сыновей, мужей, детей, и до чего они туда их отправляют. Чтобы они четко понимали и видели, наглядно даже, какие вернутся оттуда мужчины. Они вернутся покалечены не только физически, но и морально. Искренне надеюсь, что люди, оболваненные пропагандой, все-таки начнут задумываться и понимать, что их ждет дальше после этой войны. Ты сама рисуешь все свои плакаты, да? Это твое творчество. А какова судьба у предыдущих плакатов, когда тебя забирала полиция? Что с ними сейчас? Они отдали их или они у них? К сожалению, нет. Мне их изымают и, насколько я понимаю, их больше не вижу никогда. Слушай, многие в комментариях все время спрашивали, интересуются, как обстоят дела по предыдущим задержаниям, чем все закончилось. Какие новости, короче? Было объяснительное у меня один раз и была административная. То есть первый раз без протокола, а второй раз протокол. Да, ставили протокол 23.3. Суда еще не было, по судам пока не ясно. Еще не было, да. Понятно. Сегодня 8 марта. Вообще 8 марта это день, когда женщины выходили бороться за свои права. То есть поэтому у нас сегодня это прям особый такой момент, что очень символично получилось. Я надеюсь, что люди, может быть, сегодня задумываются об этом. Ну, ты знаешь, мне кажется, далеко не все могут, пройдя мимо, так бегло, бросив взгляд, понять, в чем смысл этого плаката. Слушай, как вообще пришла к тому, что необходимо выходить на акции протеста, на пикеты? Как вообще ты стала против режима? Когда ты поняла, что страна не туда свернула? Когда я поняла? Да. Да, наверное, еще в 14-м году я это поняла. Просто сознание, конечно, долго до меня доходило. И были определенные обстоятельства, почему не могла высказываться. Сейчас ситуация очень резко и сильно изменилась. И я не хочу молчать. Я хочу делать все, что от меня зависящее. Может быть, как-то своими рисунками пробуждать людей, чтобы они задумались, что вообще происходит. Думаешь, это возможно в текущей программе? Я искренне на это надеюсь. Я не знаю, возможно, это невозможно, но я делаю все, что на силу, на что надо. А как вообще знакомые относятся? Знают ли родственники, друзья, подруги? К счастью, у меня окружает такой опыт людей, которые меня поддерживают. То есть у тебя ни в семье, ни среди окружения таких проблем? Нет. Мне, вот я считаю, мне в этом плане очень повезло, что меня окружают люди, которые против войны. Потому что в данное время это такой некий тест на человека. За войну-то или против войны. И так получилось, что в моем окружении все люди против войны, чему я, безусловно, очень радуюсь. Как думаешь, сколько простоишь в этот раз? И расскажи, как обстояли дела в предыдущий раз. И сколько тебе удавалось простоять? Самый первый раз мне удалось простоять больше часа. Это было возле Купанного театра. Второй раз я стояла возле, ну, чуть дальше это возле Макдональдса. Она простояла где-то минуты 30-35. В этот раз я надеюсь простоять тоже больше часа хотя бы. Сегодня 8 марта. Я надеюсь, что удовольствия полиции не так хорошо работает в таких разношениях. Ну, а в целом, как вот у полиции на задержаниях? Какое отношение было к тебе? Что говорили там? Какая-то грубость, может, была там? Какие-то агрессии? Ну, конечно, не без этого. Все задержания проходили по-разному. В первый раз мне не хотели даже представлять сотрудники полиции, кто у них есть. Во второй раз подошли сотрудники представить, показать свое удостоверение. Суд пошел довольно-таки адекватно, я так сказала. Понятно, но спасибо тебе большое, я думаю, что от всех, от всех за то, что ты выходишь, за то, что ты не боишься, за то, что ты высказываешь свою активную гражданскую позицию. Думаю, сейчас это важно. Продолжение следует...